Ровно ли получится дорога на проспекте юных пионеров от улицы Нового вокзальная до 22-го портсъезда зависит от Рубена Курегяна и его команды специалистов. Оператор асфальтоукладчика не первый год в профессии, говорит. На его счету больше десятка отремонтированных самарских улиц. Машина позволяет от борта до борта с максимальной точностью по толщине ровно распределить асфальт по дороге. Впрочем, и дедовский метод проверки качества, щуп и линейку тоже никто не отменял. У нас есть пульты, на них управляется трамбрус, уплотнение, уклоны, слой. И мы уже давно ложим, и пока жалоб нету, года 4-5 это минимум. С карантинами делаем дороги, чтобы второй раз не переделать. За асфальтоукладчиком движется три катка, уплотняют проезжую часть давлением от 10 до 15 тонн. В итоге получается качественная дорога. До этого старый слой фрезеруют на глубину 4 сантиметра. Основание дороги очищают от пыли и грязи, наносят битум. Он надежно сцепляет слои дорожного пирога. Новое покрытие 5 сантиметров. Где основание дороги разрушено сильнее, может быть 7 сантиметров и более. За ночь удалось сделать третью часть намеченного. Это 3000 квадратных метров. Всего нужно заасфальтировать почти полтора километра. Обновление идет по методу больших карт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проспективных пионеров на участке от 22-го порт съезда до улицы Нововокзальной по обоим сторонам планируется привести порядок 33 люка инженерной коммуникации. Вместе с тем по необходимости будут асфальтироваться радиусы въездов на внутриквартальную территорию для того, чтобы уровень покрытия был на одном уровне. Выполнение работ из асфальтобетона ТИБ марка 1 является ремонтом поддерживающего характера до момента выполнения в дальнейшем комплексного ремонта. Четыре года назад комплексно отремонтировали участок проспекта «Юных пионеров» в районе аллеи Трудовой славы и Триумфальной арки. Водители до сих пор довольны качеством выполненных работ. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» большими картами в этом году заасфальтируют более 33 километров. Это 42 участка. Уже сделано 5. Это почти 7,5 километров. Контролируют ход и качество работ городские власти. Семь улиц сейчас приводят в порядок в первую очередь те, названия или истории которых связаны с Великой Отечественной войной. Страна отмечает 75-ю годовщину Дня Победы. Проспект «Юных пионеров» в этом списке. Ведь аллея Трудовой славы и Триумфальная арка – символы трудового подвига предприятий и жителей запасной столицы в военные годы. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.